Я вас вижу. А я вас не вижу. Так, ну я с этой техникой не особо знаком. А вот камера, тут у меня перечеркнута, наверное, запустить надо. Так, ага. Я теперь и себя вижу. Вот теперь лучше видно. Так, назовитесь, кто вы, откуда. Так, меня зовут Владислав Вог. Да, во-первых, здравствуйте, Игнат Тихонович. Добрый день. Рад вас видеть. Спасибо, Христос. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Да вы что? Все, надо уходить сразу. Шучу, шучу. Конечно, не против. Я слушаю вас и говорите. Да, меня зовут Владислав Вог, я из города Истры. Есть такой город замечательный, рядом с Новым Иерусалимом. Не слышали о таком? Это где? В какой области? Московская. Ну, я так и думал. Ну, слышали. Да, московская. Ну, так вот, шутка такая есть, что мы живем рядом с Новым Иерусалимом. Сам я христианин-баптист. Ну, и вот наткнулся нечаянно тут на ваши проповеди, на ваш сайт. Вот. И, ну, прям мне очень на душе все легло. Слава Богу за вас, за то, что вы есть, то, что Господь работает через вас, что есть такие люди. Борода даже, смотрите, это все от вас. К вам собрался ехать, чтобы не было препятствий никакого. Вот так вот. Рыщу бороду. Ну, хотел сначала про житейское спросить. У вас же там написано, что есть Потеряевка, есть Барнаул. Да. Вот. И в Барнаул тоже не работает. Нельзя заехать сейчас в Барнаул. Я в Барнауле сейчас нахожусь. Я-то не Потеряевский. Я летом бываю только со своим детским лагерем там. Это 150 километров от Барнаула. Вот с 10 июня до 10 октября. А остальное время я в Барнауле. А это... Так а в Барнаул, что ли, дорога закрыта, вы говорите, нельзя приехать? В Потеряевку. В Потеряевку. А сейчас, по-моему, в Барнаул-то можно? Ну, еще к нам. Тут в Барнаул поезда идут, самолеты летят. Вот. Надо сначала поговорить. Барнаул-то, это же город центральный. 750 тысяч человек, так что... Все, понял сначала. А в Потеряевку нет никакого. Ага, я понял. Совершенно нет никак. Зимой едут в противоположном направлении 10 километров на снегоходах. Там оставляют в деревне машину, и там есть трасса. То есть в другом направлении едут, а потом уже на Барнаул. А летом идут прямо на Барнаул. Тут трасса. Нету прохода никакого. Все, понял. Тогда, значит, поговорим сначала. Дело в том, что когда-то было... Когда следующий разъезд на нашем подстепной, то было здание. А теперь ничего нету. Рельсы там убрали, одна линия идет. А потом послали людей на соседнем разъезде убрать здание, которое там никто нету. А они ошиблись пьяные. И снесли наш большой кирпичное здание, железнодорожное оборудование, печку. Все снесли. И все, нету развалины одни. Ошиблись, не туда заехали. Бывает. Так, Инастич, сколько у нас времени-то с вами есть? Ну, говорите, сколько. Можете говорить, дальше видно будет. По делу или нет будем говорить-то. Оль. Это у нас солнце светит. Брату там привет, который... Да, это Володя рядом стоит, снимает. Это солнце уже у вас? Это солнце у нас яркое. Да, Володя, привет. Две шторки, оно так бьет, что отсвечивает. Я наклоняюсь еще ниже. Ничего. Чтобы не так светило. Понял, понял. У нас темень сейчас. Солнце мы давно не видели. Что-то у нас прям вообще... Так, ну ладно, что, давайте поговорим, да? Давайте. Я поспрашиваю. Ну, я уже писал вам, что основной вопрос, ну, который, естественно, так как бы баптисты интересуют. Я, значит, смотрю, сидит брат, ну, рассуждает, евангельское, все замечательно. И тут раз, что вот есть, как бы священства нет у нас, да, соответственно, вот крещение действительно там, что-то еще, еще, еще. Ну, и, соответственно, есть какая-то вот преемственность апостольская, которую я слышал, читал. Вот. И хотел бы из ваших уст услышать. Ну, мне очень нравится, что вы говорите во свете Библии, все по святой Библии. Ко мне даже однажды сети Леговы тоже пришли и говорят, вот, мы тут все по Библии, мы верим только в Библию. Я говорю, ну, садись, поговорим. Ну, договорились, что развернулись, они и ушли. Потому что все потом оказалось, что у них сражевая башня главная, а не Библия. Вот. Ну, поэтому вот во свете Библии хотел бы я услышать про этот, ну, про апостольскую преемственность. Ну, и вот, ну, понимать, в общем, о чем. Да. Поскольку я баптист, то вам знакомо это дело. Дело в том, что я это уже говорил много раз. Я сделаю ссылки на эти ролики, на материалы. Меня упрекают очень сильно. Потому что вы повторяете одно и то же. Ну, они спрашивают. У меня это все отвечено. Я вам покажу, где книга наша находится на нашем сайте к истинному православию. И там во главлении вы увидите священство. Ее можно скачать, посмотреть. Я этот материал собирал 40 лет по крупицам. Наш сайт во свете Библии называется. Библейский православный сайт. Я вам скину в конце, как поговорим, прямо тут под скайпом. И вы зайдете в сайт. И вот на этом сайте, там книга на первой странице к истину православию. Но ее только от книги сразу оглавление идет. Там о священстве и о церкви. Вот два пункта, которые вам необходимо будет прочитать внимательно. Там все взято по четырем позициям. Это что написано в Святой Библии. 77 книг, не только канонические. Что говорят об этом святые отцы и толкуют с первого века. Что говорят об этом житие святых и каноны церкви. Вот вы там это все увидите. То есть, больше сказать на эту тему ничего нельзя. Это взяты основные капитальные труды Христовой Церкви с первого века. Да, это был большой труд. Получили очень большой труд. Это мне и профессора, и академия помогала духовная. По крупицам собирали. Потому что, чтобы ответить на этот вопрос. Допустим, что говорил Иоанн Златоуст? Я привожу две выдержки. Ищите его там шесть слов. Это 12 томов по 800 страниц должен я по строчным прочитать был. Это не просто ответы. Это ответы, которые идут от самого начала. Допустим, что говорит Игнатий Богоносец? А это патрология вся вместе. 300 томов фолиантов. 300 томов. Минимум по 800 страниц. Житие святых 12 томов. Добротолюбие 5 томов. Это оттуда надо было конкретно выбрать по тематике. Вот вы вопрос задали. А он говорил об этом всего три раза. А где они три раза-то? Их надо найти. Да еще три раза-то, чтобы к месту подходило. Поэтому более капитального труда сегодня не существует. Нету. Его просто нету. Не в интернете. Вообще его нету. Я воспользовался трудами всех. Кто только исповедовал имя Господне. Я привожу и Лютера иногда. И Карева, и Каргеля. Тех, которые говорили по делу-то. Рогозин, Павел Иосифович, что говорили. Ну понятно. Основное это же Библия все равно получается. Да. Библия это 90 процентов. Ну я понял, что сейчас... Меня упрекают со всех сторон. Потому что вы знаете что. Вы баптист на меня православный. Вы только с Библией носитесь. Да. И они больше сказать еще не могут. Это сатана дал ему такое знание. А что я тысячи часов провел за Библией. По десять часов в день было. А это за кадром. Вот каноны церкви я ровно три года отдал им. Первые оригиналы. Чтобы говорить о монахах, все монастырские уставы от третьего века пришлось искать. И по ним. И приводить конкретно страницы. И кто сказал. Какой год издания. То есть это материал абсолютно неопровержимое. Ну опровергать как всегда. Ты дурака отошел. Вот так сказать могут. Вот Андрей... Ну а все равно же получается... Нет, я говорю про то. Все равно же получается... Есть такая, что иногда читаешь и с Библией сравниваешь. И получается, что тебе говорят, что ты дурак. Потому что читаешь и одно видишь. А там... Ну там Иоанн Дамаскин допустим. Я читал вчера. И как-то не понимаю откуда он такой вывод делает. Ну... То есть как бы... Трудно понять, что это. То, что сейчас такое... Ну по-другому могут даже православные говорить. Тот же Кураев, которого хотел сказать. Ну то есть как будто бы меняется определенное мнение. Или определенный взгляд на вещи. Ну это надо посмотреть, меняется или нет. Или меняется наше восприятие. Вот Андрей Кураев когда говорит обо мне... Он там... Вот, вот. Вот обо мне он говорит. В каком-то... Людей не видно. Он видно, что собрание какое-то. И он задает вопрос. Кто самый знаменитый, выдающийся миссионер нашего вроде столетия. Современник. И называет меня. А дальше говорит. У него как-то все это... Вот баптист и старообрядчество. Особый пиетет, любовь к Библии. Да, да. И старообрядческое... То есть если я говорю Библия, это баптист. Если я говорю о канонах, это старообрядец. То есть у православия-то ничего нет у патриархии. Ни того, ни другого. У него так интересно получилось. Это он меня и навел. Он меня и навел. Говорит, есть такой Гнатий Лапкин в Алтае. Смесь, он сказал, старообрядца с баптистом. Я сразу раз думаю, так, надо найти, что же я не знаю такого. Ну вот. И вот он, да, да, да. Это он меня и навел. Через его лекции я и услышал тренинг. Да он был здесь, был. Это правда. У него все мои книги. У меня 38 книг вышло. 38 томов по 750 страниц. И он здесь был. Вот здесь вот, где я сижу. Говорили. Но он был здесь, приезжал, купил книги. Но я подарил ему. Вот. Дело в том, что он-то, видите, о чем говорит. Что Игнатий ничего не выдумывает. Он просто поднял целые пласты, забытые нами. Забытые. И поэтому, если я об этом говорю, мне нужно было знать. Например, подсчитали, в 6 академий вложить надо было. Которые они учатся. Они учатся академией, чтобы уметь защитить любое беззаконие в церкви. Больше ни для чего это не нужно. А Библия сказала, надо все остановиться. Я вот когда начинал, я же обратился в Библию-то получил... Тогда были баптисты, вместе с объединёнными с 50-никами. В 43-м году их объединили. Ну и в Венспасе такие эти люди. И они мне дали Библию. И я прочитал 12.48 Иван Галетьяна. Слово, которое я говорю, оно будет судить в последний день. Вот я отсюда начал ход. Раз оно будет судить, поэтому меня китайские законы, индийские, не интересуют. Я все 100% внимания, из чего я знал, я всё попросил Бога стереть. Переформатировать сознание. И Библию в руки взял. И стал её читать на разных языках, сравнивать. И я понял, всё надо пересмотреть. И на это у меня ушло 3 месяца минимум. Я разобрался с буддизмом от корки до корки. Всё это постарался найти мусульманство. И я нашёл. А с детства я верил, что Христос есть. Без поповцы старобрядцы наши родители были. Знали, что Бог есть. Муха вечная есть. Ну и всё. Живи. И дальше сказали, что нельзя там с женщинами иметь дело. Нельзя там курить, воровать. И меня Бог спас от этого. Благодаря одному страху. А мозги ничто так сильно не проедает, как блуд. Блуд. Блудник скудоумен написано. Скудоумен. И поэтому дальше уже пошло так. Я это воспринял в один вечер. В этот вечер я принёс покаяние перед Богом. Не в собрании. Просто дали Библию. Меня никто не уговаривал. Я по крупицам собирал. Вдруг всё. Божественно. Ивангелие от Матвея. Хотел выписывать. Вижу, выписывать нечего. И тут мой новый путь начался. 27 сентября 1962 года в 17.00. Я уже вечером был на своём корабле. На рейде были. И сразу же стал говорить. Прямо вечером. Что? Христос умер за нас. Мы живём неправильно. Меня мгновенно Бог отоблажил. Я его батистом. Несколько мест был проповедником. С кафедры. И поэтому я знаю, что по-другому никак не может быть. Враги это естественно, что они идут. Христа гнали. Они говорили, бес в тебе. Считаем 8.49. Ивангелие там говорит, беса во мне нет. Я чту Отца, вы бесчестите меня. Вот моё состояние именно так. Среди своих, говорит, чужое. Я уверовал так же. Мне Бог дал такую тоску. Я не знаю как-то или отчаяние какое-то. В сердце смысл потерял я. И молодым потерял. 16 лет. С друзьями нормально сидишь. Все дела какие подростковые могут быть. Выпиваем. Нормально. Или общение какое-то. А один остаюсь. Тоска неимоверная. Жить не знаю зачем. Вот просто неимоверная. Думаю, должен же быть Бог. Какой-то. Да. Какой-то. Кришна. Будда. Что-то ещё. Тоже книги искал. В переходах тогда. Это девяносто там. Первый девяностый год. Продавали всякие книжки. Тогда так и началась эта всё перестройка. Покупал. А вот Евангелие найти не мог. Вот как не знаю. Не мог и всё. Нет. Приходил в церковь православную рядом. Приезжаю. Ну всяких полно книг. А Евангелия нет. Не продаётся. Купить хочу. Ну вот нету сынок сегодня там. Когда-то завезут. Почему? Может раскупили. Не знаю. И однажды мне подарили тоже Евангелие. Баптисты. Баптисты подарили. Ничего никуда не приглашали. Просто пели. Сидели на базе отдыха. Мы с братом были. И вдруг раздавали Евангелие. Я взял Евангелие. И прочитал. Ну правда прочитал. И охватило меня тогда на Евангелие. И Новый Завет они подарили. На Евангелие и Деяния. Как они такие исторические более. Ну мне интересно было. А пошло когда на учение. Как-то вот нет. Но после прочтения Евангелия. Я чётко понимал. Что Бог это Иисус Христос. Не надо никакого. Не буду ничего. Вот ну всё. Бог это Иисус Христос. И Он рядом со мной. Вот. Всё. А потом уже я начал искать. Ну с кем разделить. Кто о вечном то будет говорить со мной. Потому что ну мир то меня окружал другой. Вот. А вот тех людей которых вечно волновал. Не находил. Ну знал что есть там церковь баптистская. Это мне всё равно было какая. Я знал что. Просто люди собираются. И Библию читают. То есть их волнует тоже что. Ну там ещё два года я. Тошёл я с церковью скажем так. А вот уверовал я от чтения Евангелия. Только от Евангелия. Прям что прям мир на сердце лёг. Что я успокоился. Что Бог это Христос. И Он рядом со мной. Это самое главное для меня было. И уже я молился Богу. Через Иисуса Христа. Вот так вот делал. Так что вот. Вот такой вот. Мой тоже такой путь. Коротенький. Когда православным говоришь у тебя. Вот ну и. Говорите. А. Да да говорите. Я тебе. Православным. Говорите. У нас звук идёт какое-то время. Я уже говорю. А вам то как будто я не говорю. И наоборот такое. Вот. Люди то православные то в основном то Библию то не знают. И когда им об этом говоришь. Для них это кажется странным. А я же хожу в церковь. Я говорю человеку нужно только два пункта. Два. Всего два. Первое. Это родиться свыше. И второе. Быть Вадимым Духом Святым. Всё. Всё остальное в этом заключается. И милостыня будет. И молитва будет. И семья какая у тебя будет. И война тебя будет пугать не будет. Всё в этом. Всё. А как это так. А я в церковь хожу. Аминь. Да. Кто Духа Христова не имеет тот и не его. Так аминь. Аминь. Десять раз. Кремлинам восемь девять. Правильно. А вот так. А как же тогда соединяется вот ну с. Вот это вот мне трудно понять. Я слышу вас. Ваши лекции слышу. Всё прям. Как я думаю. Или ну а если чего не так думаю. То вы даже мозги мои подправляете. Ну то есть. Вот оно как на самом деле. Чувствовал да. Но не понимал. А вы объяснили. Ну так же и Кураев порой. Я слушаю его. Или другие православные. Заметьте. Вот. Так как только доходим до церкви. Вроде бы всё. Спасение через Христа. Возрождение там. Духом Вадимы. На тебе преемственность. И что вот всё оказывается какой-то детальки у тебя нет. И всё что есть не работает. Ну вот. Это же как закон получается. Вы не найдёте. Я не буду время тратить. Меня сильно упрекает. Посмотрю. Посмотрю. Я уже скину материал. Вы дословно. В кавычки взято. Какое. Кто сказал. Когда это было. Места писания. Почему именно так понимать надо. Что означает восьмая глава Деяния апостолов. Там. Именно всё в этом стоит. Если. Ну. Я буду говорить. Я могу что-то упустить даже ещё. Так что. Вы уже получите материал прямо сейчас. После разговора. Так. А. Ну а потом ещё. Можно вернуться будет. Я же посмотрю. Вопросы появятся. Ещё потом. Вы ещё сейчас говорите. Я сейчас слушаю. Я просто сказал. Что вы не беспокойтесь. Две темы. А там даже не две. Сейчас скажите. Я скажу. Эта тема там есть. Вы её получите. Прямо сегодня сразу. Только ткнёте. Ага. В кисленном православии. На главной странице нашего сайта. И оглавление пойдёт. Вот. В оглавление ткнёте. Пошёл текст. Понял. Потому что я когда с людьми-то разговариваю. Которые себя считают православными. Они говорят. Да ты ж баптист. Да. Я говорю. Да я православный. Больше вашего. Больше вашего. Сто раз. Они. Как. Как так. Я говорю. А как. Что я не делаю. Что вы. А вот вы там не креститесь. Я говорю. Ради Бога. Пожалуйста. Господи. 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 Сел и выслушал о том. Что Христос за тебя умер. Да. Крест надеть. А что крест надеть. Самое лёгкое. Крест надеть. Аж поцеловать его. Как это дело святое. Крест. Не что-то ещё. Чё. Поэтому. Вот такая вещь. А люди. Вот. Попутно вам сказать. А вы. Знаете. Ну. Такие маленькие вопросы. Я вам буду тоже подкидывать. Почему печать антихриста будет. Давай. Не печать. Как написано. Вот. Поставить знак свой. Который. Как отрещение. Это 666. Начертание. Почему на правую руку. И на щело. На лоб. Почему именно. Не на левую руку. И не на плечо. Не думал об этом. Ну. Судя по тому. Чтоб креститься не мог. Подобные вопросы. Если я вам буду задавать. А вы не знаете. Вы. Потому что мне понравилось. Как вы говорите. Бесхитростно. Я вам скажите. Ой. Я не думал. Я вам сразу отвечаю. Человек. Который не хочет сознаться в незнании. Он в нём умрёт. А признание в незнании. Открывает путь к знанию. То есть. А кто не знает. Ему сразу. Пожалуйста. И этот. Ефрем Сирин отвечает. Очень просто. Для того. Чтобы ты. Не мог. Нанести на себя. Животворящий. Крест Господний. Который совершается. Правой рукой. И начинается щела. А что это важно. А. Чтобы поднять. Чтобы ты не мог. Совершить. Если ты причать получишь. То никак. Вот. Вы так креститесь. Значит. На вас печати нет этой. Начертания. Оно сейчас пока духовно идёт. И это легко доказать. Просто я. Видите. Миссионер. Больше полвека. Много с баптистами. Может быть. Сотни-сотни бесед проводил. Ну и любой. Вот узнать. Что он протестант. Сектант. Три вопроса. Первый. Иконы идолы. Для всех идолы. Значит. Не прикасайся. Второе. Тысячелетнее царство. Это у них будет когда-то. Не сейчас оно идёт. И третье. Это. Никакого понятия о церкви нет. Где двое или трое. Собрались. Вот. Три пункта. По которым можно узнать. Это адвентист. Ну там ещё дополнительно. Но не православные. Три пункта всего. Видите как. Если вы. У нас бывали. На сайте. Ага. Говорите. Ну я про то что. Я что-то прошу. Первый у нас. Какой пункт? Иконы не идолы. А. Иконы. Иконы не идолы. Понятно. Ну вот. Уже не подхожу. Конечно. Иконы не идолы. Да. Я докажу вам в течение 10 минут. Кто сказал что это? Да. Второе. Не надо. Иконы не идолы. Иконы не идолы. Иконы не идолы. Тысячелетнее царство. Оно не когда то будет. Оно началось на Голгофе. Тысяча лет это 2000 лет евангельской проводе. Для меня вопрос это третий. Так. И третий. И даже пятый или десятый. Я понятия не имею. Я имею ввиду что по поводу тысячелетнего царства. Не важно для меня когда это будет. Для всех. Сектанты. Протестанты. Как угодно называй. Это вопрос о церкви. О Христе все знают. О церкви ничего не знают. Я говорю. А если ты церковь. Почему не признаешь. А адвентистов седьмого дня не признаешь то. Да они не так. Но адвентисты тебя не признают что ты не так. Вы не признаете совет церкви отделенных. Они вас не признают. Да кроме вас то еще сколько понаехало с Америки сейчас. И апостольскими называется. И церковь Христа. И благословение. И новая жизнь. Конца края нету. Если вы все кроме Библии ничего не имеете. А что вас так раздробило на двадцать одну тысячу наименований то. Тысячи. Специалисты подсчитывают. Притом как разбитое стекло. Как просто из дырявого мешка. Ну надо же вопросы поставить. Почему мы по разному. Все мы от одного духа научены. Значит не от одного. Или этот дух только разделять умеет. Эти вопросы надо ставить уметь самому себе. Вот сейчас мы завтракали с братьями. Я говорю братья. Вот говорят изобретут скоро машину. Она будет узнавать мысли человеческие. Я говорю никогда этого не будет. Никогда. Это не компьютер. Почему? Свобода совести заключается в том. Как я поверну куда разговор. Это дано только Духу Святому. Никогда не сделать. Так вот я сейчас думаю о Рицпе. Вы себе запишите о чем я думал. Рицпа. Я сейчас скажу. А потом вы другим передадите. А потом когда зайдете ко мне скажете. Сейчас я покажу какое место. Вот. Вторая книга царств. Третья глава. Седьмой стих. Седьмой, да? Да. Вторая царств. Вторая царств. Три семь. Так. Угу. Я считаю. У Саула была наложница по имени Рицпа. Дочь Айя. И сказал Иевосфей Авениру. Зачем ты вошел к наложнице отца моего? Вот отсюда начинается. Это кажется я ни одной проповеди не слышал. Ни у святых отцов, ни у протестантов, ни у кого. И дальше. Вторая царств. Двадцать первая глава. Продолжение. Двадцать первая глава. Десятый стих. Ну и так дальше. То есть, чем она заканчивает жизнь. И как это приготовить проповедь. Хотя бы кратко. И увидеть, как это переходит к нам. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам. Запишите на всякий случай. Первое к Коринфянам. Десятая глава. Первый Коринфянам. Десятая глава. Шестой и одиннадцатый стихи. А это были образы для нас. Чтобы мы не были походливы на злое. Как это относится к нам? Как относится к положению России? Что сейчас делает ИГИЛ? Я нашел. Ну не нашел. Я считаю, что просто Господь показал. И именно в этом есть. Вот в этом. Это очень интересное место. На него вообще не проповедуют. А что тут брать-то? На ложнице вошел. А концовка какая-то показывает. Ну я просто вам на будущее. Сейчас не будем об этом говорить. Я сегодня сидел. Затракал. И об этом мысль у меня была. Но я с братьями сказал. Готовьтесь к проповеди. И вы своим кому-нибудь знакомы. Скажите. Вы могли бы проповедь сказать на эту тему? Просто так, чтобы они. Ну восприняли, что вы не пустое говорите. А что-то важное. Потому что все Писание было вдохновенно. Все. Все. И полезно для научения. Для обличения. Для наставления. Чтобы здрав был каждый верующего Христа. Так. Я слушаю дальше. Это аминь. Это аминь. Так. Дальше надо. Ну что дальше. Дальше мне вот с этого надо и начать. Собственно говоря. Я же про церковь и хотел поговорить. А по поводу я хотел на что ответить вам. Вы говорите, что как сито. Так протестанты они так рассеяны. Потому что они. Ну что ли пощупать их можно. А баптисты прямо говорят об автономии церкви. Да. Вот они и рассеяны. И те и другие. Ну. А православные разве не рассеяны так же. Собириты в одной комнате православных. Они вроде бы в одной церкви называются. Так порой могут и передраться. Потому что разные. Это просто. Это видимое. Разделение. А это невидимое. Но тоже разделение. Но православные. И даже. Да. Я хочу сказать. Православные. Если взять. То мы заложим. Ну сколько. По разному так. Вот на сегодня. Приемлющее священство. 20. Неприемлющее священство. Это беспоповцы. Это тоже православные. 50. Всего 70. За 2000 лет. А здесь за 100 лет. 21000. Это все таки большая разница. И притом эти православные объединились в один день. У них учения не разница. Учения только о том что есть священство или нет. Вот как беспоповцы от Никона пошли. Раскол. Только здесь. А учения, книги, вера все одинаково. Здесь вера другая. Ко Христу по разному относятся. Есть нет душа. Есть нет мучения. То есть очень и очень далекие друг от друга. Мне пришлось в лагере быть, в тюрьмах с такими. Они все разные. Притом очень далеко-далеко друг от друга. Совершенно не признают. А с православными, допустим, некоторые зарубежные церковь. Вот сейчас соединились там вместе. Их ничего не разделяло. Только признание главенства. Чтобы под патриаршую туфлю залезли все. А здесь разница огромная. Просто для кого-то важные вещи. А кто-то и не слышал о тех вопросах, которые их разделяют. Говорите, есть там одно, другое. Ну, что-то там. Тысячелетнее царство. Выйди сейчас спроси у православного. Так он и слышит, и не слышал о том, что тысячелетнее царство существует. Но есть оно или нет. Поэтому это вот... Говорю, что видимо. Просто протестанты, они более въедливые. И начинают Библию копать, раскладывать ее по каким-то... И вот тоже идет. Каждый как хочет, так и верует. Это все понятно. Это все понятно. Но для меня это не свидетельство. Потому что я не все равно про кого-то еще. Я думаю про себя, про свои отношения со Христом. И у меня есть опыт общения. Ну, такое его сейчас называют экуменические, что ли. Когда собирались разные конфессии. И собирались по служению детскому. И там неделю проводили. Какое-то обучение я был. И там нет никакого разделения и различия. Просто стирались они полностью. Ну, что адвентисты, адвентисты, пятьдесятники, пятьдесятники. Православные, православные. Потому что одно единое было желание поклоняться Христу вместе. И служить опять же Христу. И все вот эти различия, они как бы уходили. И никто их... Понятно, что когда в церкви возвращались, тогда, может быть, пастор говорил, ты куда ездил? Зачем с баптистом общался? Ты зачем с адвентистом общался? Скорее, с матом там, с православным. Вот. Поэтому тут... А православные тоже были. Я помню, приезжали. Даже, я не знаю, не монахи, что ли, были. В рясах они были. Вот. В общении. И они все везде были. Только когда начиналась проповедь, вставали и уходили. Вот. Вот. И вот несвободные были. Видно, не дали благословения, что ли, чтобы проповедь или что-то еще. Вот как-то вот вставали прям демонстративно и уходили, когда проповедь была. Не знаю почему. Ну, вот они... Я чувствовал, что они как-то несвободны. А я мог остаться тут, мог пойти. Ну, понимаете, о чем вещь. Они могли не участвовать в молитве. Вот. Вот на это каноны есть. Молиться нельзя вместе. Да. Молиться нельзя, но это каноны. Знаю, знаю, каноны. А что проповедь нельзя слушать? На это нет никаких ограничений. Ну, возможно, да, что как там начиналось-то с пения, наверное, и с молитвы как-то проповедь-то. Вот они, наверное, вставали. Да. Это апостольские правила я читал. Я читал, я читал, да, что там нельзя молиться. Епископ, да, будет там низвержен, по-моему, да, если будет молиться с вертиком там и так далее. Это я читал. Вот. Но все равно у меня... Я посмотрю то, что вы мне вышлите. Вот. Потому что, ну, наверное, после этого надо и вернуться к разговору, собственно. Потому что, ну, у меня все равно не оставляет ощущение определенной... То есть мы говорим про истину евангельскую, и сходимся на ней, и все-все-все. Ну, да и аминь. А подходим вот и чувствую, что как будто вы в рабстве определенном находитесь. Я чувствую себя свободным. А вот, ну, не вы лично, да, я сейчас говорю, а вот, ну, православный христианин находится в определенной расе. Как в законе, что ли, каком-то, да. Что вот у него есть закон, и вот он его не может перешагнуть. Вот. И он его ограничивает в общении со мной, например, или в чем-то еще. Вот. Ну, вот, наверное, это почитать. Потому что много есть вопросов мелких, которые в этом же находятся. там, по поводу, читал, что православные считают, что крещение грехи прощает. Вот. Ну, да. То есть, ну, не нахожу я в Библии вот этого, что… То есть, ощущение, что… Знаете, какое у меня впечатление складывается? Что приватизировали себе, ну, объявили определенными таинствами. Ну, и я согласен, что это таинство крещения. Да. Да. Вот. И что это все нормально, это таинство. Просто, что совершать его может… Ну, мы говорим, да, про рукоположение. Только этот человек. И, ну, не важно, что это, как-то вот он совершает, и оно только тогда истинно. То есть, получается, что я как бы приватизировал себе, и с этих пор никто не может прийти ко Христу или истину правильную получить, как только вот через этого человека, который получил некое внешнее рукоположение. Но я как-то не могу принять это, потому что я смотрю… Вот, я же общаюсь… У меня есть священники, правда, заштатные знакомые, остальные боятся со мной общаться. Вот, знакомые, друзья даже, фактически, общаемся с ними. И он мне рассказывает такую страсть, да, что творится… Ну, я не буду говорить, потому что не имею права говорить это. Вы можете критиковать, да, там, вы внутри находитесь, а я считаю, что быстракно будет с моей стороны. Но когда он рассказывает, то я думаю, ну, какой я пойду туда, когда совершать Таинство Христову, да я Христа оскорблю этим просто. Просто оскорблю, что я туда приду, это… Ну, верьте. Когда человек не знает, еще ладно, Бог с ним, но ты когда знаешь, что это надо просто сжечь, просто сжечь, чтобы очистить и заново построить. По-другому, ну, никак. Вот. Так вот, понимаете, я не могу понять, почему тогда вот это вот… Ну, люди взяли себе как паспорт, что ли, знаете, гражданство. Я без гражданства, а вы все с гражданством. И мне не дадут это гражданство, потому что вот как сейчас там приезжает в Украинец, хочет гражданство получить. Ну, или там молдаванин, не знаю. А ему там семь кругов ада пройти. Вот так и я тоже. Я человек без гражданства, бесправный. Но человек, живу в России, так вот и себя ощущаю я среди православных. Вы граждане, потому что вам печаль поставили, она у вас есть, вот, к Христу, ну, якобы, да. А у меня нету. Ну, вот я вот такой вот нищий, уповаю на Бога, да и все. Вы посмеялись над мыслью нищего, что Господь упование мое. Вот его, да, это мой любимый стих. Я нищий, ничего у меня нету, ни преемственности, ничего. Только Христос остался. Вот такое мое чувство. Вы только начните, когда я скину вам сайт. Это если на форуме, если зарядить поисковик, но именно на сайте эта книга к истинному православию. Я покажу вам сайт, но YouTube вы знаете именно на сайте. И вы сразу мне, когда откроете, найдете тему и мне скиньте, что вы нашли, чтобы я вам помог найти. А когда вы откроете и у вас будет в руках, когда вы все прочитаете внимательно и желательно не один раз с выпиской, вот дай-ка мне книжечку верхняя, которая лежит. На днях кто-то принес у нас в собрание книжку вот такую вот. Вот я покажу ее, видно, нет вам. Не, не вижу, расплывается. Не могу прочитать. А, вот. Жизнеописание священника отца. Какого отца? Семейства. Описание отца семейства. Жизнеописание священника отца семейства. 280 страниц. Кудрин, Кудрин. Вы, блядь, найдете в интернете ее. Это кто-то принес и оставил в собрании. Не могу найти, кто принес. Здесь про одного священника, его уже нету. И старобрядцев он. Как они, ледовый поход, как он с белыми отступал и прочее. Как храмы открывали. 280 страниц. Дай-ка сюда еще раз. 280 страниц. И вот посмотрите. Я сейчас открою вам показать. Вот это мало видно где-то. Но показать только. Я сделал 340 пометок. Вот, посмотри, красным видно, нет? Подчеркнуто. Красный карандаш по тексту. Пока нет. Не видно? Не видно, нет. У вас все подсчитано. Даже вот это я удивляюсь. Какое у вас... А, вот, увидел красное. Да, увидел. У вас все подсчитано. 340 пометок подсчитали. Какой ум у вас? 280 страниц. Она малого размера книжка. Я ее прочитал. 340 пометок сделал, на которые отдельно могу делать теперь выписки. С книгами работать нужно очень тщательно. Тот материал, который вам даю, это не так... Это я не считаю. Это по-славянски. Это буква в букву. Посмотреть. Там год, издание, все в кавычки взято. Это большие-большие материалы. Внимательно прочитайте. Потом выпишите что-то. Материал о церкви и о священстве. Там другие вопросы. Обродобрите и там все. Это вы как хотите. Эти два вопроса основные, которые потребуются на суде Божьем. И там все это показано. Я покажу сейчас вам маленький, если вы услышите меня. Вы сказали, вот говорят, что в крещении прощение грехов. Я беседую с баптистами. Вам это понятно будет. Я говорю, скажите, вот человек кается, он без крещения получает прощение? Конечно. Я говорю, и вы можете назвать его братом? Ну, раз покаялся братом, а зачем крещение даете? То есть диплом у него есть. Он что, значок нужен? Библия так не учит. Как? Библия учит, что когда человек крестится, грехи не в покаянии, а в крещении прощаются. Да вы что? Ну, давайте записывать. А передо мной сидит не два, не три человека. В собрании бывает несколько сот человек баптиста. Я заранее... Встреча назначена. Берите обязательно бумагу, карандаш, а потом продолжение этой встречи, вот как вы сказали. Давайте, записывайте. Вот вы запишите себе хотя бы два места. Деяние апостолов, 2.38. Напишите о крещении. 2.38. Они воскликнули, что нам делать, мужи и братья? И Петр сказал, 2.38, апостол Петр, он говорит, покайтесь. Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Для чего крестится? Он не сказал, покайтесь, для прощения грехов. Покрестит, и что? Крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для? Что, нам не по мозгам это разве? Для? Нам это не по мозгам, потому что... Почему вы решили, что покайтесь, не относится к для? Запятая, там другое. Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения. Он говорит, покайтесь. Между покаянием и крещением будет... Да, покаяние, да крестят... Ну тут понятно, что крещение для прощения грехов. Тут нельзя никак переначать. На всех языках мира это одинаково. И получить дар Святого Духа. Это третий. Вот три. Три ступени. Дальше. Откройте двадцать вторую главу Деяния апостолов. Деяния двадцать два. А я вам пока напомню событие, когда в восьмой главе говорится, как Савл обратился, как ему явился Господь, что ты гонишь меня. Так? И к нему является Анания. То есть он раскаялся там, когда его ослепил свет с неба. И Анания приходит к нему и называет... Анания это епископ Дамаска. И говорит, брат Савл. Уже три дня прошло. Что ты медлишь? Шестнадцатый стих. Считайте. Что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса. Так он покаялся несколько дней назад. Какие грехи? Он говорит омой. Учения в церкви никогда другим не было. Потому что оно основано на Священном Писании, на Святой Библии. Ты покаялся. Ты уже брат нам. Но! Ты еще в грехах. Омой. Омой грехи. Мы не можем ставить здесь... Как-то... Павел увидел свет там и покаялся для прощения грехов. А Анания пришел и сказал, брат, пошли проповедовать. Ну, не так же все написано. Омой. Что ты медлишь? Три дня ты уже в грехах можешь умереть. Что ты медлишь? А всего три дня прошло уже это замедление. Он должен был креститься в первый день, как Петр говорил. Вот эти два места соедините, и вы увидите, что прощение только в крещении. Это неразрывно, не связано. А если нет крещения, тут надо подумать, а почему они, допустим, протестанты учат иначе? Потому что у них незаконное рукоположение, и там нет прощения. Тут другое. Вот они не верят, что при присуществлении хлеб превращается в тело. Превращается. А вино в кровь? Они нет. Они не виновны против тела и крови. Они виновны против хлеба и вина. Христос подал хлеб и сказал, это тело мое. И не надо говорить, это подразумевается, это воображается, это тело. И кто будет есть недостойно, виной он будет против тела, не против хлеба. И потому многие больные немало умирают. А что мы немало умираем, это понятно. Больные в больнице забиты. Почему? Недостойно причащаются. А почему в аптисто не учат? А нет там причащения. Там хлеб и вино. И поэтому живы, здоровы и довольны. Они никогда за две тысячи лет по иначе ему не понимали. А у церкви всегда было такое. Если все одинаково понимают, даже юридики, которые отошли, тут вопрос даже не возникает. Обычно говорят так, вот баптисты. Давайте говорить о том, что нас не разделяет. Об этом и говорить не надо. Мы уже наговорились. Надо говорить о том, что разделяет, чтобы соединиться. Нас разделяет шип, который вонзывается в ногу. Его надо выдернуть. Вот понимал лютер это. Он поделил и наставил два таинства. Два крещения и причащения. И он оставил детское крещение. А уж такой реформатор, положивший основания. Что интересно, у баптистов еще в десятом году они разделились с баптистами и были признающие крещение детей, а другие не признающие крещение детей. Ну, я беседовал много с баптистами, с пресетерами, со старшими. И скажу, что умные люди живут нравственно, хорошие работники. И любят исследовать Библию над своим умом. Я вам спрашиваю, скажите, вот вы думаете получить жизнь вечную? Так так написано. Я вас спрашиваю. Дать отсчет, говорит, скротностью благоговидим. Да, думаем. А как вы думаете, те, которые в первом, втором, третьем, пятом, десятом веке жили по заповню, они спаслись или нет? Нет. На меня, например, подействовал решающий стих. Это двадцать восьмая глава, шестнадцатый стих о Матфея. И сея с вами во все дни до скончания века. Мне еще не встретился ни один человек, который обратился бы через эти стихи. Почему этот стих для меня назначен был? У другого другой. Но подтолкнуть меня, вот принять, поверить, что в Библии написано. Я у пятьдесятников был, а в это время я занимался на языках на разных. Я уже на семи языках самостоятельно занимался. А они сказали мгновенно и сразу дает сознание языка. Как так? Я, допустим, за два месяца там раньше узнавал, приезжал где. И вот на это меня Бог поймал. У Бога, у каждого, на каждого свой, говорит, червячок есть где. Не червячок, а крючок, так скажем. И вот здесь, вот мы разговариваем с сектантами. Я говорю, скажите, вы верите в слова, что во все дни до скончания века? Ну да. А вы верите в том, что пастырь приходит дверью, а вор Инди? Ну да. А какое тут соединение? Сейчас увидите. А что такое дверь? Сразу остановка. Я говорю, это истолкованно. Это священное писание. Христос сказал, я здесь. Вот, он есть дверь, то есть учение. Ну, Христа мы не можем, одежда его. Это священное писание, его слова. Приблизно царство небесное, то есть приблизно со царь Христос. В нем все. В нем. Любите меня? А как узнать? А заповеди-то есть? Соблюдайте мои заповеди. То есть отношение к его словам, заповедям, это есть отношение к нему. Он сам это соединил так. Кто любишь меня, соблюди заповеди мои. Заповеди его. А по заповеди посетил нищего, и необъятный Бог оказался на кровати. Они больного посетили меня. Да ты необъятный, Господи, миллиарды световых лет, и ты там на кровати лежит. На кровати. Он уже сказал. И вот здесь. Во все дни до скончания века. Теперь я говорю, смотрите. Вот Христа продал Иуда за 30 серебряников. Баптисты говорят, ну а какое отношение к нашему разговору? Впереди. Скажите, а если бы его продали за 29? Остальное все так же. От Девы Марии родился и все. Но только одно место было бы не так. Был бы это Христос, не был? Не был. Это уже не Христос был бы. Это вор и разбойник. Почему? Потому что дверь это списание. А 31 если бы, и 31 не приняли бы его. Потому что цены от Захарии почти 700 лет менялись и летели дефолты, разные там кризисы. А цена раба осталась на одном месте. И только разрешилась, сдвинулась с места, со дня, как Иуда взял деньги. Все. На следующий день стоимость раба была 59 уже серебряников. Бог затормозил и мимо его обходят. Почему? Бог сказал, Бог, это раб в башмаках деревянных. Поэтому все в Писании Бога духовно. Все правильно. Мы должны быть очень внимательны к слышанному. Когда Господь шел с учениками в воскресши, и Он стал им показывать, написано, в законе, в пророках, запятая, и в псалмах. Это в совокупности вся Святая Библия, Ветхого Завета, собранная ездры. Доказывать надо всегда на основании Писания. И так, чтобы ни одно место другому не противоречило. Если другое место говорит о другом, все, сбрасывай со щиток, начинай по-новому искать. Я молодой человек, 23 года, я ничего еще не знаю, но этот стих меня пронзил. А я сижу за столом, и стол клеенчатый, клеенка, клеточками. Ну а где? А я пришел там, где? Там столько сектантов, и отделенные, и каких только нет, и Троицу не признают. Крестят не во имя Троицы, а во имя Гос Господня. Именники называли их, единственники. Там колотышей сколько. Я не стал паниковать. Я стал искать. А как искать? Во все дни я смотрю на клеточки, и вот эта клеточка та последняя, в которой я нахожусь. А так как мне много пришлось считать, я уже знал, что в этом году примерно было 370 разных наименований. Сегодня говорят, динаминация, конфессия. Эти слова выкиньте, вместо них стоит слово ересь. Это придумал сатана слова, динаминация, конфессия. Нет этого. Есть истина Христова и ересь. И оба слова находятся в Библии. А сатана подмену делает. Святые отцы запретили подмену слов. Вор никогда не говорит, своровал. Говорит, я взял. Я с преступниками сидел, знаю. Он никогда не говорит, уграл машину, а я прокатился. Он не говорит, что наркоман, а говорит, ботаник. И вот здесь во все дни до скончания века. 350. Но что Христос обещал быть с ними, с верующими, это да и аминь. А если хоть в одном дне он не был, это был не Христос. Во все до единого дня были. Я сказал, 350. Там, где я был, их 75 было только название. Но он где с кем? Как трудно найти. И я умом своим стал понимать, надо искать, где было меньше. Я спустился до 130 года. 1930 года. Там было всего лишь только 130. Смотрите, как быстро возросло. Я отпустился в 1913 год. Там всего только было 98. Я решил идти дальше. И, наконец, я опускаюсь до того времени, когда была одна церковь. Единая, неделимая. И если там его не было, значит это не Христос и ничего там не было. Я должен был ответить вот это да и аминь. И как понимали они, мне надо так понимать. Когда она была единая, не раздельная. Я Степанов, я Аполосов. Это не церковь. То есть они как бы в группе считали приверженцами. А я Христов. Я должен был сказать... Павел говорит, а что, Аполос распялся? А дальше не говорит, кто Христов. То есть Христос именно распялся. Я опустился до того времени в рассуждение и нашел это толкование. И это толкование я предложил баптистам. Интересная реакция их была. Когда я приехал, там такую молву пустили обо мне. Пророк Илья сошел к нам. Баптисты. Хотя они не склонны обогатворять. Но когда я стал говорить, как понимать, они сразу... Гнилое бревно. Гнилое бревно. С первым я не соглашаюсь, а со вторым соглашаюсь. Но давайте беседовать. И вот мы назначаем беседы. Город... Я сейчас могу сказать... 64-й год. 1964-й город Пенза. Я могу назвать пресвитеров. Все. Договорились, встретились. Но условия. Избирайте одного. И с нашей стороны и с вашей. Одного. По одному. И больше, чтобы никто звука не подавал. А кто хочет помочь, в письменном виде его записки подсовывайте. А он будет озвучивать. Годится? Согласились. Теперь, как шахматные часы. Начинаем по 5 минут, а потом по 3 минуты. Если не так... Вот Жириновский говорит, долго его выключили. И он стоит, его никто не слышит. Он махнул рукой и пошел. Ну, как в шахматах. Согласны? Согласны. А кто будет мешать кричать, выводить его за руки. Все согласились. Пресетера. Все согласились. И православные, и батюшки. Ну, давайте беседовать. О чем будем беседовать? Об иконах. Ну, давайте об иконах. Хотя, это легко. Стали говорить. Уже буквально, пока говорил баптист, брат, все сидели, нормально, ну, прилично. Просто как идут. Ну, вот стал православный говорить. Зашевелились. Начались вздохи. И через 10 минут крики начались. Мы остановили беседу. Мы договорились выводить. Он говорит, я всех предупреждал, братья и сестры. Кто ж умел? Выйдите отсюда. Ни один не шевелится. Мы начинаем дальше опять крик. Да что выдало поклонников? Привели. Что она не проедала? Я говорю, беседа может продолжаться? Не может. И это 53 года у меня. Везде одинаково. Почему? А вот один раз мы пробеседовали до конца. А где? В городе Фрунзе. Баррикадная, кажется, 8. И пришли баптисты. Они из отделенных. Кушнарчук. Хорошие, здоровые, крепкие ребята. Все отец сидит. Он узник бывший. Ну, просто. И стали говорить. Ну, Бог же не требует служения рук человеческих-то. Ну, мы знаем. 17-24. День апостолов-то. Я говорю. И что значит? Ну, чтобы рукой не крестились. Как Исаия сказал. Неправда в правой руке твоей-то. Ну, правильно. Павел, где давайте? Чтобы понять, о чем говорится, надо задавать, я говорю, 4 вопроса. Кто сказал? Когда? Кому? И с какой целью? Если мы ответим на 4 вопроса, а остальные теперь мы в эти вопросы будем подставлять, и у нас все получится. Кто сказал? Тут мы единодушны. Павел сказал. Апостол. Мы его признаем. Православные и протестанты разные там были. Да, признаем. Так. Когда сказал? В первом веке. Когда он был где? В Афинах. В Афинах. Да. И кому сказал? К тем афинянам, которые были. Ты влагаешь что-то новое в уши наши. О каких-то новых божествах. Они слово воскресенье приняли за Анастасия, богиня. Тут вот какой. Он же об одном говорил. А он говорил о Христе и воскресенье. Я их спрашиваю. Скажите. До Христа, до Павла там кто-то был? Никого не было. Он первый там был. И первая там, продававшая багреницу. Лидия обратилась. И Денисия. Ареапагит он будет. От Ареапага название церкви сохранилось. Вы согласны? Да. Ну а мог ли Павел им запрещать то, чего не было? Вот. Необитаемый остров. Кто-то приехал и стал бы фонари ставить. Ну, светофоры. Когда ни машин нету, ни тротуаров. Лианы одни, да, обезьяны. Ну, мы же даже, понимаете, разумно не делаем. Как Павел мог запрещать то, чего не было? Друг на друга запереглядывались. Скажите, он говорил им так, не креститься? А если говорил, то кому, когда никто не крестился? Да и сам-то он не крестился, может. Да как же так наши братья говорят? Я вас спрашиваю, дайте отчет своего упования. Наконец согласились. Не об этом тут речь. Павел сказал, но говорил мне о крестном знаме. Мне больше ничего не надо. Пойдем дальше. Ну, только мы поговорили. А мать их опоздала. Мать приходит. Ну, видно, хорошее, баптистское, светлое, чистое лицо. И она заходит, я говорю, слава Богу, хоть пришли. О, а Бог запрещает служение рук человеческих. Они, мама, не надо, мы уже это все разобрали. Как не надо, да? Мама, мы все уже поняли. Понятно? Вот они разумные. Они любят Библию. Они вышли от православных. Они сохранили учения о церкви. С баптистами легко беседовать. Очень легко. И они маме своей рассказали. А я тысячелетиям старости дальше, когда беседовал. Ну, оно не принимается учение-то. И вот один из баптистов, который там был. Интересно. Проходит 30 лет. Он в Америку. Все уехали. И они где-то далеко были. Там пустынное место, и машина сломалась. Ну, они пошли там за деталями. В город куда-то, может, километров 70. Далеко где-то заехали. Я-то так уж я примерно-то. И он остался один. Там с ночевкой-то. И он мне теперь звонит. 30-то лет назад вы мне говорили о тысячелетиям старости, что началось. Тогда никто не принял мне. Но я, говорит, остался один в этой пустыне. Стал размышлять. И как молния озарила меня. Да что же мы делаем-то? Мы же учим совершенно неправильно. Что церковь будет восхищена. Восхищение будет только в судный день. За восхищением ни одной минуты не будет на земле жизни. А воскресенье одно. Оставьте расти вместе до жатвы. Плевелы и пшеница. Да жатвы. Жатва кончина века растолкована. А у них сначала пшеница до тысячи лет. А потом это. Хотя здесь, говорит, и пошлет ангелов. Соберут сначала плевелы. То есть перевернуты. И он один через 30 лет, как Пшениченко в гробнице фараона, дал росток и мне звонит. Мне открылось это. Я, говорит, сейчас другим это говорю. Мне говорят, что тут все братья. Я говорю, вы скажите откуда. Это пришло от адвентистов. Бакмендер. Они не исследуют. Ленивые очень. Я до конца дошел. Откуда пошло это учение впервые, кто его произнес. Ну, все имеет какое-то начало. Я говорю, а почему вы не берете у Чарльза Спержа? Ну, у нас братья говорили. Да. Ну, я, видите, с одного на другое. У нас братья говорили, что американцы привезли. Ну, да. Согласно. Американцы. Они их страдать не хотят. Великую скорбь не хотят. Да. Хотят возмесения сразу. Мы начали о крещении. Я об этом говорю. Я дошел, что нужно найти толкование, когда была одна церковь. Одна. Да. И потом мне Господь показал на два места. К Ефесянам. Он говорит, там, кажется, 4-6. И 12-28 первое послание к Коринфянам. И он поставил, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, запятая в третьих, учителями. Я разговариваю, когда с сектантами со всеми. Я говорю, скажите, во-первых, апостолами, кто они бойко перечисляют всех? А еще 70 поставят. Тут они не могут. Они не знают. А у церкви есть имена их всех. Кто входит в эти 70? А пророки? Точка. Агаф. А еще дочери у Филиппа были четыре. Дальше они не знают. Но это первый век, и вы не знаете. Скажите. А учителей? Он говорит, поставил. Павел говорил, когда уже поставил, как бы в прошедшем времени. Ну, Петр... Нет. Апостолов мы перечислили. В-третьих, ну, Матфей, Марк, то есть не знают. Они опять начинают первое перечислять. В-третьих, это учителя. Ну, а кто тогда? Ну, первый Игнатий Богоносец. В биографии это был тот самый мальчик, младенец, которого Христос брал на руки и говорил такових из Старства Небесного. Это епископ Антиохии. Его бросят львам. Он мученик Христов. Он называется Богоносец. Надо ли нет? Поликарп Смирский, Ирине Ильионский. Первый, второй век. Это непосредственно ученики, как поликарп там, ученик Евангелиста Иоанна. Неужели он ему не сказал это? Во-первых, во-вторых, в-третьих. Вот наши учителя Бог поставил. Почему вас нету? И баптистам я задаю, скажите, вы когда возникли? Странное дело, они как безродные. Я говорю, в 1609 году Джон Смит сам себя крестил в воде. В 1609. А в 1639 первая община в Роджерсе в Англии была образована. Первая. Вы раньше не могли быть. Раньше лютера, лютерам не было. Раньше маркса, марксистов не было. Родоначальник дает название. Как пашковцы. Пашков был. Пашковцы. Родцов, рыстоковцы. Ну и так понятно, откуда идет-то. И вот этих учителей вы знаете? Нет. А почему? А они от Бога. Это доказано. Они не вопреки Писания толковали. Почти все мученики за Христа. Почему вы вообразили, что вам дано больше? Не знаю и отвергать. Зачем велосипед-то изобретать? Вы узнали бы и сравнили. И вы бы увидели, что ваше толкование-то оно не такое. А если вы толкуете правильно, а Христос во все дни до скончания века, до 639-го года скажите, в 539-м, кто так понимал? Назовите фамилии. Нету. Еще сто лет назад. Еще. В 13-м веке, в 12-м, в 11-м ни одного нету. А он во все дни не сказал в каждом веке. Вам уже это доказано, что вы не первоапостольские христиане. И вы претендуете на то, что, если понимали те неправильно, там и Христа не было. А как вы понимаете, вообще никого не было. Так нельзя. Это опасная штука. Душа одна только. Живем один раз. Ну, я много с баптистами работаю. Многие стали православными батюшками. Их не сравнишь с этими батюшками. Вы говорите, говорить даже стыдно. Не стыдно. Это светильники горят настоящие. Я могу познакомить вас с ними. В моем доме они пришли. Большую. Большую. Ну, это я верю. Верю. И вот здесь, когда так рассуждать, что где истина. Истина там, где Христос. А где? Где он обещал во все дни быть. Если его там не было в первом веке, в конце во втором веке, то его нигде и не было. Это не Христос был. Это обманщик был. Потому что не сойдется. Мы должны сказать, да, он там был. Но Христос. Разве Христос цепями прикован? Нет, конечно. Разве он нам принадлежит? Или мы ему принадлежим? Нет, не мы. Мы рассуждаем. Он принадлежит всем, кто уверует в него. Но истина, она одна. Но если прямо противоположная. Ну, говорим. Но что истина принадлежит Павлу разве? Почему мы решили 14 посланий его взять, когда это был отступник? Но мы можем тоже сказать. Я у одного беседовал. Он говорит, а почему я должен Матфею верить? Еврей сказал. На еврейской вере остановились. Рабами стали. Если надо, Бог откроет мне. Я говорю, а почему ты идешь на трамвайную остановку? А почему? Попроси Бога, чтобы трамвайный путь идти в комнату. Заходил, сел и поехал. Может? Бог может. Может. Но и после этого рога шибет. Дал пищу. Еще пища в устах была. И он поразил их 23 тысяч юношей. Бог делает. А может ли приготовить мясо в пустыне? Может ли? Он может. Но только не порадуйтесь. Когда написано. Ковчег возвращался. Это третья, там пятая глава. Первая книга царств. И они заглянули в нее. Жители бессомиста. И написано. Не порадовались. Бог убил 50 тысяч и 70 человек. Не плевали. Не толкали. Не опрокидывали. Мне ни один еще не ответил. За что? И что Ковчег обозначал в образе. Это образы были для нас. Чтобы не были походливы. Знаете, сколько интересного, важного присмирения сердца. За что? 50 тысяч убить? Это даже в Сталинградскую битву в один день не убивали столько. 50 тысяч. Это только Хиросима принесла. Это про Ковчег, про церковь. Понятно. А почему нельзя заглядывать? Когда Ковчег наклонился, вез Воза. Почему Бог убил его? Когда он правильно сделал. А потому что с человеческими силами, как вот, а мы образуемся адвентистом, не поправляется дело Божье. Он мне опрокинулся. Бог убил его. Тут надо все смотреть. Это были образы для нас. Чтобы не были походливы на злое. Я когда вел занятия в пяти университетах, везде задаю вопрос. Разграничу доску. Они спрашивают, а почему сектанты сколько? Ну а здесь сидят юристы, из КГБ придут. У меня там краевая администрация. Народ разный. Открытые двери для всех. Я говорю, вот здесь преступление, а тут наказание. Я пишу, наказание 10 суток. Ну все говорят, где-то заматерился или не на том углу помощился. Год. Ну тут куриц своровал, наверное, где-то что-то. 15 лет. О, это серьезно. Это и изнасилование может быть. И даже убийство без отягчающих обстоятельств. Смертная казнь. Ну тут четко юристы говорят. Вот где преступление, ну сюда надо записать. Вот за это, за это. Я говорю, а дальше. Живьем в ад. Так от такой статьи нету. Я говорю, есть. Число 16 глава. Один раз за всю мировую историю. Живьем в ад. С женами, с детьми, с шатрами. Этот грех такой был, что даже небо не потерпело. И Моисей сказал, если умрут обычно, значит, но если не обычно, отойдите от них, чтобы не пропасть. И огонь падает с неба и попаляет 250 мужей именитых. Их кадильницы огонь выбросили, а кадильницы нет. Говорят, расклепать их и жертвы не каковать на память, чтобы никто не постигал на это сектанство. Это за отделение церкви. Другого греха там не было. А чем вы лучше, весь народ святой, чтобы вы приватизировали себе? И все кончилось. Живьем в ад один раз. А если один раз жена Лотова обернулась, это потомкам всем назад поворачивается. Она один раз. Один раз Адам вкусил. Сто миллиардов уже умерло. Один раз это может быть навсегда. А почему сегодня Бог не убивает? Тебе нет? Да. Перебью вас. Перебью. Так вас же тоже сектантом называют. Но одно дело называть, другое дело признавать. Они называют по злобе. Христа называли бесноватой, силой Вильзеула, но этого не было. Я говорю, чту отца моего, а вы говорите бес в тебе. Он говорит, бесово мне нет. 849 евангелетиана. Я не сектант. Почему? Секта это расхождение с господствующим, то есть учение о Троице и отрицание института священства. Все священники. Вот только что входит в секту два пункта. Всего только два. У меня нет. Я понимаю по православному. Брат у меня священник. Рукоположение принимаю. Подхожу под благословение архиереев, московского патриарха. Так к нам приезжают, служат они вместе со священниками. Нам претензий нет. А только так, сбоку какие-то там хулители. Да не уменит им Бог этого. Я не сектант. Нет. Они мне объявили сектант, что там где-то мы заехали, я молился с баптистами. Я говорю, а что мы молились? Ну, мы молились. Действительно, я молился. Но канону запрещает. Объясните, что оно запрещает мне? Я молился с баптистами. Их было 15 человек. Я ушел, трое пришли в православие. Ты жизнь прожил, ни один не пришел. Ему истина открылась в молитве моей. Ну и что теперь? Кто виноват? Павел говорит, для всех я сделал со всем, чтобы приобрести по крайней мере некоторых. Для всех всем это очень и очень трудно. Однажды мне пришлось быть в одном городе. А там это было 65-й год. 1965-й. Там сильный был антагонизм отделенной баптисты, совет церквей, со всех Б. А ко мне они относятся оба хорошо. И пригласили меня в собрание. Но оповестили, чтобы оповестили тех и других, пришли в одно здание. Пришли, не здороваются, нет. Но никто не знает, кто я. И когда я сказал проповедь, вы посмотрели, что там было. Как они обнимались, как плакали. Общины соединились вместе. Но по сегодняшний день никто не знает, а кто же был-то у них. И когда меня тут не было, там чего только не стали говорить. Ведь вроде чуть ли не ангел пришел, возместил и исчез где-то. А вам-то зачем православного объединять? Да за тем, что дьявола разъединяет. А когда они вместе, и они уже увидели благодать, которая дается им, дальше легче с ними разговаривать будет. Я говорю, баптисты самые правильные из сектантов. Они прямо вышли от православия. А адвентисты сохранили баптистские заблуждения. И своих накопили. От них уже светили иеговы. Там башня стража, там все это. Тут надо глядеть очень далеко. Все время помнить. Я делаю, проповедую, чтобы самому не оказаться недостойным. Недостойным не оказаться. Вот мы поговорили о крещении. О крещении, я сказал, два места. Прощаются. На собрании? Да, говорите. Был я на собрании на одном, где были баптисты и православные. Нельзя сказать, что председательствовал. Сидел он во главе. Сидел, значит, будущий патриарх Кирилл. Он тогда был не патриарх, а митрополит, что ли? Да, митрополит Смоленский. И он тогда, значит, так пошла беседа, что он говорит. Он говорит, баптисты, это наша плоть и кровь. Русские говорят, баптисты. Плоть и кровь. Одного вам только не достает. Рукоположение. Надо вас рукоположить, и тогда будете служить в пиджаках, а мы будем служить в рясах. Будет у нас по-восточному, а у вас по-западному стилю. Одного только не достает. Рукоположение. Я вот так сказал. Ну, надо заканчивать. Уже время. Надо ехать мне. Я посмотрю. Я, конечно, вы не обижайтесь. Я сразу посмотрел уже места, вот эти вот деяния, то, что вы мне сказали про крещение. И не убеждает меня оно немало, потому что все написано крестись и омой грехи, призвав имя Господа Иисуса Христа. В Откровении, я помню, написано, что Господь омыл нам грехи кровью своей. А вот, по-моему, даже в Деяниях я что-то уже даже заметил. В 3 главе даже не надо никуда листать. Просто смотришь, проповедь уже. Дальше апостолы проповедуют и говорят. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Ничего не говорит он про то, что там омойте или еще что-то. И мое понимание, что основное – это вера. Вера. Вот это тайна есть. Вера. Как Христос говорит, родиться свыше надо, чтобы войти в Царство Небесное. А Никодим спрашивает его, а как это может быть? Он задает вопрос и не получает ответа. Как бы Христос сказал, да что у тебя поп там крестит, и все, и омоешься, ты родишься свыше. А он ему не отвечает. Он ему говорит, дух дышит где хочет. И так же бывает со всяким рожденным от духа. То есть вот не вижу я, чтобы была привязка. Я посмотрю ваши книги. То, что сейчас вы мне пришли. Я почитаю. Мы потом сейчас с вами встретимся. Да, да, да. Я посмотрю обязательно. Хотел еще сказать вам, что я никогда не спорю. Я вам возвесил, вы не приняли. Все на этом. Тема закрыта. Закрыта не мною. И все на этом, конечно. Спорить не надо. Мы делимся тем, чем нас Бог облагодетелствовал. Хорошо. Я просто говорю, вы не обижайтесь. Я понимаю, что я очень искренне. А обида это не христианское свойство. Так что ко мне это не относится. Ну, не огорчайтесь. Я просто потому, что на меня время со мной потратили. Нисколько. Зачем вы оговоритесь? Не надо. Это больше никогда не говорите. Мне это положено было с вами встретиться от Бога. Встреча назначена от создания мира была. Хорошо. Ну, я жду тогда сейчас от вас, Иван Тихичич. Тогда жду от вас ссылки. Можно мы потом еще с вами? Можно, можно. Но только не раньше, как через неделю, допустим. Через неделю. Вы-то просчитаете, убедитесь. Да, да, да. Я понял. И сначала напишите, могу ли я сейчас заниматься в данный момент конкретно. Чтобы вот как сегодня мы договорились по записи. Все? Да. С Богоматка. Давайте. Все. Спасибо большое. Храни вас Бог. Благослови. И вас также, Хроми Господь. До свидания. Надо то, чтобы отключилось. А еще мне не включить тут. Нет, я тут. Я тут еще, я тут. Я жду. Сейчас отключите, тогда я смогу. Я не могу зайти в этот. Мне надо... Так, а, на красный нужно. Да. Мне надо вот так. Во славу Божию.